Здравствуйте! Сегодня я вам хочу показать посылку со стриптокарпусами. Посылка приехала из Красноярска. Шла всего 4 дня. Хочу добавить, что в Сибири уже выпал снег, ну точнее как выпадает снег, сугробы у нас были недавно. И посылочка дошла довольно прилично и хорошо, и не замерзла. Из Красноярска посылка пришла быстрее, чем из Новосибирска. Итак, давайте по порядку. Первый сорт. Лисица. Я выбирала интересные такие оттенки. Это первая посылка со стриптокарпусами. Придет еще одна из Санкт-Петербурга, но чуть попозже. Она только вот прибыла в Новосибирск и ждем ее. Это у нас триборг. Очень я люблю голубенькие цветочки такие, даже знаете, сочетание голубого цвета с желтым. Не знаю почему, но у меня такая вот ассоциация с радостью и чем-то приятным. Поэтому всегда вот заказываю что-то подобное. Еще один интересный сорт. Тоже такой желто-голубой гамми. Перфект. Стриптокарпусами я начала заниматься в начале этого года. Первое мое знакомство состояло с посева семян этих растений. Сразу скажу, выращивать их очень сложно. Некоторые сорта, ну даже не знаю, ни сорта, ни сорта, очень капризные. Плохо растут. И из 10 сортов у меня нормально выросло только 6. Один был вообще не стриптокарпус, а второй. Так, это тоже интересный сорт. Розово-желтенький. 15,88. Если я не ошибаюсь, это селекция DS. Тоже красивый. Мне понравился. Такой вот бахромчатый. Так, следующий сорт. Тоже такой синий-желтый. Версом. В будущем я хочу попробовать опылить эти растения. И сделать какие-то свои уникальные новые стриптокарпусики. Вырастить их из семян. Если получится, то уже весной буду сеять. Так, еще интересный сей. Сорт у нас Тутифрути. Такой нежно-розово-желтый. Вот. Махровых сортов у меня нет. Я их не очень люблю. Махровые сорта, они как-то, знаете, они не показывают реальный цвет всех цветов. А вот эти раскрываются целиком. И видно все краски, оттенки. А это, наверное, единственный сорт, из-за которого мне хотелось сделать посылку. Это цыпленок. Ну, чисто желтый. И этот желтый цвет мне потом захотелось скрестить с каким-нибудь интересным новым сортом. И посмотреть, что в итоге получится. Ну, в целом, посмотрите, состояние черенков очень отличное, хорошее. Ни один черенок не пожелтел, не пострадал. Девушка из Санкт-Петербурга мне сразу сказала, что стриптокарпусы довольно хорошо выдерживают минусовые температуры. Поэтому с ними никогда ничего не случается, в отличие от пеларгоний. И вот, хотя они такие маленькие, малыши, некоторые в стаканчиках по 50 мл, очень так хорошо, дружно выглядят, зелененькие, красивые. Вот такие они небольшие, маленькие, в стаканчиках на 50 и 80 мл. Совсем еще малыши. А теперь давайте посмотрим вторую посылку, которая приехала из Санкт-Петербурга. Ехала до меня ровно 7 дней, в каком она состоянии пришла. В принципе, у нас сейчас немного потеплело, и когда у нас было холодно, посылка находилась еще в Москве. Девушка заранее утеплила ее. Девушка, которую я заказывала, очень приятная. От нее так веяло позитивом и радостью, когда мы общались. И вот, я даже не ожидала после первой посылки, что вторая посылка придет вот такая. Видно, что девушка не первый раз отправляет. Смотрите, какие большие уже растюхи. Это, скорее всего, уже подростки. Практически половина из них цветет. Вот такие вот они красивые. Это вот мой самый любимый сорт из всех. Фантазийный такой, красивый. Рыжик называется. Есть еще один номер, такой новинка этого года. Он тоже похож на этот, но более ярче. Но его очень сложно скупить. Поэтому была сформирована вся эта посылка. А это тоже интересный такой сорт. Гидра. Вроде правильно назвала. Как я вам уже говорила, нравится мне оттенки голубого с желтым. Немного поранилась. С крепкой вошла в кожу. Это тоже растюшка, довольно крупная. У нее образуются уже небольшие такие цветоносики в зачатках. А это подарок. Не думала, что будет, но бывает. Очень приятно. Такой нейтральный нежный цветок. Бордова с розовым. Красивый достаточно. Вы посмотрите, какой он большой. Весь цветок. Эта растюха уже вполне полноценная, которую можно пересаживать в стаканчик побольше. И у нее очень много новых цветоносов. И она будет активно цвести. Очень уж она такая вот. Большая-большая. Здесь не видно. Потом я уже рассматривала. Корешки у нее уже много. И поэтому ее пора уже переваливать и пересаживать. Все растения, обратите внимание, они зеленые. Никто из них не пожелтел. Если посылку, которую я получила вчера с пеларгониями, там листья у всех были желтые, то вот стриптокарпусы намного лучше переносят дорогу. И вот грунт, он приходит влажный. Это кей-гейти. Не знаю, как правильно называть их, эти сорта. Такой вот нежно-голубовато-желтый колокольчик. Вообще с этими стриптокарпусами вот у меня только в этом году такая любовь к ним образовалась. Начинала я с семян. У меня целая плантация их была. Я уже большую часть их продала. Их также быстро, вот буквально за 2 дня, разобрали у меня 10 штук. Даже, наверное, не 10, больше было. Всю мою рассаду цветущую. Так, это тоже интересный такой сорт. Смотрите, большой такой цветок. Лайс. Ну вот сокращенный ее Лайс. Пусть будет. Она даже не стоит под массой. Все эти растюхи, кроме, наверное, одного, надо уже пересаживать в стаканчики побольше. Вот этот вот самый маленький. Скорее всего, обратите внимание, вот зелень наверху, это, скорее всего, они под лампами стояли. У меня тоже растения, когда стоят под лампами, образуют зеленую пленочку. На земле, на торфе, также на орхидеях она образуется. Вот этот зеленый налет. В общем, растения все очень хорошие, большие. Они, конечно, стоили немного подороже, чем из Красноярска, которые приехали. Но, тем не менее, они вот по сравнению с теми малышами, тут уже полноценное здоровое растение. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Если хотите продолжения об этих растюхах, напишите обязательно в комментариях, что бы вы хотели о них услышать. Всем пока-пока. Всегда с вами Елена. Субтитры сделал DimaTorzok